Свежая дорожная карта Intel раскрывает подробности о новых процессорных архитектурах. Вчера компания Intel провела мероприятие «День архитектуры 2018», на котором рассказала много интересного о своих будущих продуктах. В частности об архитектуре Санникова, которая должна лечь в основу процессоров Ice Lake, и о брендю Intel S, под которым появятся дискретные видеокарты компании в 2020 году. Ресурс Anantech еще и заполучил небольшую дорожную карту Intel, раскрывающую имена следующих процессорных архитектур и сроки их реализации в Кремнии. Так, за архитектурой Санникова последует Вилиалкова. Процессоры на этой архитектуре выйдут в 2020 году и, вероятно, сохранят 10-нанометровый техпроцесс. Данная архитектура принесет новую структуру кэш-памяти, дополнительные функции безопасности и некую оптимизацию транзисторов. Судя по всему, особого прироста производительности при этом не будет. После этого поколения выйдут КПА на архитектуре Волденкова. Это случится в 2021 году. Ожидается переход на 7-нанометровый техпроцесс, очередное увеличение производительности, акцент на производительность в задачах искусственного интеллекта и некие изменения, касающиеся сетевых протоколов и безопасности. Кроме того, дорожная карта содержит информацию о линейке атомных КПА. В следующем году нас ждут процессоры с архитектурой Tremon, ориентированные на повышение производительности и улучшение энергоэффективности. В 2021 году выйдет архитектура Грессемонт, а когда-то позже, но ранее 2023 года нас ожидает еще одна смена архитектуры. Если посмотреть на другую недавнюю дорожную карту, можно предположить, что носителями архитектуры Tremon будут КПА поколения Gemini Lake Plus, а поколение Yaster Lake как раз будет использовать архитектуру Грессемонт.